полностью до нуля привет ребят мы сегодня в городе салават республика башкортостан на гонке зирганьяк если вы обратите внимание гонщиков сегодня просто тьма то есть о чем это говорит что гонок не хватает а здесь гонка прям неплохая смотря на то что это просто не распиаренная местечковая гонка грубо говоря народу здесь просто хоть отбавляй трек здесь довольно сложный из-за того что вся гора вот эта вся огромная гора это просто куча гравий поэтому нужно умеет ездить вот эти гравийные подъемы ну что вы понимали это так разминочный подъем трек в принципе хардовый давайте посмотрим как у меня получилось ехал я в золоте мне кажется будет весело как в последнее время стало модно здесь тоже был мастар для меня это такой забег на котором я особо и не хочу стать первым заминочка и погнали да очень волнительный момент и я знал что будет вот так когда я покупал мотик пружинки на подножке уже не было я ее так не поставил и поэтому это всегда очень долго ехать быстро по полям я не люблю поэтому ехал крайне и всей группой не торопясь газульку я не выкручивал но она и не надо трек очень сбалансированный вначале сразу нет жести а есть вот такие вот разминочные подъемы спуски почему-то инста 360 вначале прям сошла с ума начала так трястись стабилизация отказала в общем инста 360 не такая простая управление как кажется разминочный холм достаточно интересный то есть спуски здесь крутые то есть даже не сразу вылетаю технология простая стал и оттянулся назад все и полетел первое интересное упражнение это стадион эндуро стадион который я просто ненавижу я естественно застал ехать по этому бревну думал по покрышкам срежу но здесь все просто практически все едется в оттяжке то есть когда залетаешь подымаешь нос оттягиваешься стараешься через препятствия перекинуть нос а дальше уже проедется как угодно здесь тоже в оттяжке оттягиваемся назад и все и едем на ногах все элементы проходят практически идентично оттянулся назад поднял нос в конце можно ногой чуть-чуть оттолкнуться на препятствия мы можем поставить только одну ногу 2 а обязательно подножки чтобы загружать под довольно сложный для меня элемент веер то есть нужно пройти бревна так чтобы не остановиться а я вот боюсь косых бревен поэтому не хочу падать и вот так вот вон товарищ сбоку без проблем пролетает в итоге я встал на ноги все пошло нормально здесь очень интересные препятствия нужно сначала вниз а потом резко вверх или закинуть нос на брус для меня стадион вообще сложная тема это вообще единственный нормальный стадион который я ездил и его же тренировал только на гонку ну и опять нос вверх перекинул переднюю часть и погнал крайний тренировочный подъем лупить на таких надо прям в отсечку и тогда ты просто взлетаешь по накатыванию вообще без напряга опять разминочный спуск все здесь просто плавненько в оттяжке спускаемся не торопимся что бы не сорвало заднее колесо дальше трек тоже перемещается в новую небольшую тренировочную локацию где несколько простых легких подъем но мне так вначале показалось а когда я уже открыл газ понял что подъем не такой легкий как кажется он очень неровный еще ветки в глаза лезут и в итоге я даже не смог объехать пацанов и летел очень долго вниз кажется что это просто я скатился на самом деле просто кубарем и ждал что сейчас еще по спине прилетит мотик как уже видно отсюда я летел немало метров пять мотик мы стаскиваем только вот так как я за заднее колесо за передние туда-сюда контуем и аккуратненько подымаем я пошел на второй круг второй раз я тоже не смог заехать оказалось вот эта ветка в глаза и все третье папы едем мы вот таким рваным газом потихонечку потихонечку и главное его не бросать то есть до последнего газовать рваным газом рывками чтобы мотик тебя выпинул наверх вот я почти на дыбу поднялся и когда падал я его сделал так чтобы он не упал на меня остановился все подъем побежден я там потерял минут десять хотя подъем на самом деле очень-очень лайтов дальше мы минут десять лупили по вот таким овражкам дорожкам то есть принципе ничего интересного но разминка была если бы не моя порванная связка я бы даже кайфовал от этих моментов кто давно со мной знаком следит за моим каналом знает что у меня на правой руке надрыв связок и я два года уже не могу сгибать руку то есть у меня просто колоссальная боль и поэтому этот кантри кросс это вообще жесть какой-то райдер передо мной тут фигачит быстро я его даже догнать не могу да я и не пытаюсь я прекрасно знаю что когда только начнется хард он повиснет сто процентов это уже проверено не раз так ну давайте считать до трех ждать моменты а но вот вот он момент все как только открылся газ как только появился подъем бревна все многие просто не могут это преодолеть потому что не умеют по лесам фигачить как говорится не мотик по скалам таскать ну и вот то что я прям обожаю наконец-то открылся газ на второй скорости куда-то вверх фигачим я много в оттяжке спуски подъем и все в общем на самом деле вам повезло что вы видите эти кадры потому что камеру я пытался выключить еще минут десять назад но она не выключилась и засняла интересные подъемчики которые дальше в принципе я заснять уже не смог это такой интересный протяжный карт на скоростях то есть в принципе очень легко деревья бревна подъемы спуски просто такая техничная езда в стойке вот эти косые бревна очень не нравятся надо их уметь переезжать перемещать центр тяжести чтобы не упасть не скользнуть чтобы не скользнул заднее колесо в общем просто фигачил его это вот я очень люблю когда это вверх на таких полу дыбах с разворотами с поворотами с перестановками на самом деле это вот как раз простые моменты хард эндуро которые заставляют ну такой здесь все просто я перенес центр тяжести назад то есть еду практически на крыле и потихонечку из-за этого у меня переставляется переднее колесо туда куда надо то есть она становится легче вот опять новый подъем в принципе здесь просто открываемся чем больше газа тем выше вы заедете тем легче вам будет проехать то есть импульс который вы даете перед сложным местом будь то это бревно корень или еще что то то есть вы сможете это проскочить если у вас будет начальный импульс который вы дадите до этого препятствия а не копая корень или бревно или камень уже по месту так ну вот она развилочка долгожданная что-то написано прямо окажется нифига не прямо я заметил вон там справа наши стрелочки были и в принципе долбанул по стрелочкам разметка была очень неплохая несмотря на то что гонка это не кайти тулованная просто ребята сами на своем энтузиазме сделали крутую гонку наконец-то подъезжаем к следующему хардовым момент управлять мотиком толком я уже к этому моменту не мог потому что мои руки превратились в два кола просто зафиксировались я не влево не вправо весом контролировал мотоцикл давайте поставьте паузу и накидайте идеи чего могло произойти почему у меня так забились руки ответ будет через буквально две секунды блин грёбаные эти у меня как камень руки блин там вот эти вот три бревна надо перескочить ну как вы уже поняли все дело было в налокотниках они ужасно сдавливают руки я прям не могу вот эти три бревна которые я перескочил и хотел еще одно но не смог здесь нас было больше газа вот произошло то что произошло но я смотрю там уже слева прям тропинка такая потому что здесь уже раскопали этот подъем так бы я конечно залетел но если бы знал что он там есть этот подъем мог бы набрать побольше газа здесь простая техника я повернул руль налево чтобы стартануть то есть я не пытаюсь ехать в гору я направляю руль так чтобы гравитация помогла мотоциклу ехать туда куда нужно перестановку сделать не всегда удобно поэтому так откатываешься назад крутишь рулем откатываешься назад крутишь рулем и вот он первый момент которого я очень долго ждал настоящий хард то есть место где нужно подумать головой ребята там что-то копают бревна надо было просто разогнаться и долбануть через этот корень дашь проехать или поедешь ну как видите евгений решил что он поедет первым но у него ничего не на самом деле у этого райдера просто огромный опыт в мотоциклах он крутой кроссовик крутой кроссмен но в хард эндуро ему естественно тяжело здесь нужно было все просто так газануть и перепрыгнуть через эту деревяшку я сразу же быстро спешился слез мотик и толкнул чтобы не мешать потому что его немного задним колесом буранул так сказать так осталось еще несколько райдеров обогнать потихонечку не торопясь хард эндуро это у нас как говорится наше все главное медленно-медленно газуя не торопимся и здесь вот уже догоняя следующего райдера кстати на приезжаете такие бревна нужно не пытаться там протащить метаций просто максимально оттягивайтесь назад ложитесь на сидушку и просто по сути на уровне руля проползается под лимым деревом так я уже в предвкушении нового этапа обгона кого-то я точно сейчас обгоню крадемся на второй скорости обязательно ищем новые траектории даже если вы видите основную можно объехать всегда сверху снизу и таким образом сделать обгон никому не мешая но тем более ребята отдыхают стоят не торопится здесь видите какой интересный момент я сразу слез с мотик потому что почувствовал что он уже не тянет и легче сбоку его толкнуть как я из этого места выехал сразу же сел и обратите внимание где моя вторая нога она постоянно постоянно на одной из подножек даже если я еду как-то вот так вот то есть загрузить подвеску это в принципе основное фарт эндуро особенно вот таких моментах стараюсь загрузить подвеску стрельнуть долбануть и таким образом проехать здесь опять загружаем заднюю подвеску стараемся не перегазовывать я конечно перегазовываю и потихонечку потихонечку пройдемся наверх чуть откатились и опять стреляем ну и тут тоже очень важно понять когда он уже дальше не поедет и будет только копать я сразу это почувствовал слез толкнул от груди и в принципе за буквально несколько секунд затащил куда надо ага затащил когда вот так и леска появляется зацеп ты сразу понимаешь что бы могло быть если ты правильно расположил центр тяжести и запрыгнул на мотик сверху и залетел просто выше но вместе с мотиком то есть когда вот эти движения о том что блин зацепа нет мотик не едет а потом он курвит на ровном месте это к тому что зацеп есть просто им нужно правильно пользоваться и ловить моменты когда он появился на него нужно залезть успеть и заскочить на препятствие тут продолжение нашего лютого подъем чека который мне очень очень понравился в принципе я уже чувствую что никуда не поеду слез с мотика и потихонечку толкая его до момента когда получится сесть сразу ножку на подножку обязательно и все их покрались вверх потихонечку так но сейчас наклевывается еще один очень интересный элемент райдеры которые шли передо мной тут изрядно все перекопали поэтому просто были рытвины нужно по полметра я это все видел поэтому решил поменять направление то есть оттащил жопу буду пробовать ехать по целине но не все так просто потому что мотик скатывается обратно в лужу в яму в накатанку и ничего не происходит ничего не помогает в итоге вот так газуя и толкая мотик я все-таки выскочил с этого подъема и буквально через 10 минут мы нарвались уже на следующий такой же подъем начала я не заснял а конец ордовую часть где была самая жесть и ребята даже которые за мной ехали объехали этот момент он был очень очень интересно здесь нужно было правильно выбрать территорию то есть я мотик переставление колесо уперлась в яму который вырыл райдер который ехал передо мной или несколько райдеров и все и ни туда ни сюда я потихонечку представляю нос меняю направление пытаясь выехать чуть-чуть влево обязательно обязательно ставим ножками под ногу мотик выскочил теперь проблема что он у меня передним колесом уперся за дерево туда я поехать не смогу мне нужно переставить колесо я делаю простое упражнение откатываюсь чуть назад с помощью газа вперед назад вперед и нос переставляю обратную дорогу все направление я сменил и теперь уже по чистому под целине буду подыматься наверх кстати нужно не перегазовывать ни в коем случае немного настроился перевел дуб все надо ехать обязательно загружаем подножку одной ногой вторую я обычно использую для опоры потому что ехать на двух ногах таком жестком рельефе невозможно все потихонечку рывками рывками если немного тронулся едешь вперед если не получилось немного откатываешься назад и опять вверх все выскочил а здесь ленты кончились здесь мне пришлось сделать очень большую петлю потому что я выезжаю а лент нету и стрелка вроде налево я на левую ехал оказалось нужно было направо очень покатался и вернулся обратно вот эти интересный момент бревно косое жопу естественно занесло и ничего с этим не сделаешь нужно переводить центр тяжести но не всегда это происходит удачно но видите здесь уже получилось потому что была больше скорость легче ехал без напряга вот он ведь езда езда когда ты подымаешь переднее колесо разгружаешь и она становится очень очень легким из-за этого маневерность повышается ну по сути как будто ты на заднем колесе едешь хотя такого и не происходит по факту это тот подъем который как раз делает эту гонку кайфовой то есть тут таких подъемов было штук 10-15 просто потихонечку на заднем колесе не торопясь есть куда-то вверх он идет срез для серебра наш подъем еще лютее чем здесь он идет у нас направо вон видите стрелочкой я прям когда вижу такие стрелочки аж кайфовать начинаю прямо в предвкушении кстати говоря обычно нужно посильнее открывать газ но как бы сил уже не было и поэтому газ не открывался так как надо но было очень очень прикольно здесь наверное надо было прыгнуть через бревной но я смотрю немного народа прыгнула судя по бревну все въехали также как я но нарыли это просто пытаясь ехать вверх обязательно загружая подножку ведь я стою на мотике то есть одной ногой на подножке другой держусь об склон и пытаясь пихать мотик грубо говоря вверх сейчас будет опять тот самый момент когда можно было бы сработать телом и поймать этот момент как зацепа но получилось так как получилось итак все внимание сейчас я разверну нос внизу очень жесткий корень который нужно перескочить я перескочил но не успел забраться на мотик в итоге мотик поехал но без меня повторю здесь никогда не поднимаем в неудобное положение за нос за перед за зад перекал тратываем мотик как надо и потихонечку вдоль по склону поднимаем за руль очень конечно кайфовый трек где не было накопано ехалось просто великолепно особенно после дождя кстати после дождя грунт очень плотный и зацепистый новое ответвление я опять в предвкушении кайфа открываю газульку потому что блин ну ведь эти подъемы они прям дают особо это шаром опять новое ответвление для харда вижу что сейчас будет учета пожёстче чем надо дерево но естественно здесь надо было газовать но у меня уже рывками рывками силы уже кончил хотя реально мотик прям пир то есть я рывками призовал и мотик подпинного и съехал вверх хотя казалось что угол прям вообще же здесь тыркаться нереально только вот так слазим и толкаем в принципе без особых проблем я его затолкнул ага нет не затолкнул он упал до бревна я понял что там помешало другое бревнышко в общем надо брал обязательно смотрите под мотоцикл то есть не пытайтесь пихать туда куда невозможно вот и когда я подымал он скатился еще не здесь по второму кругу я его опять толкаю от груди то есть подхожу к рулю максимально близко и толкаю здесь уже я подтащил его так что заднее колесо оказалось выше препятствия все тут не торопясь надо подтянуть сесть на жопу обязательно потому что здесь уже не обязательно толкать и поймать зацеп вот этот момент старта самый сложный то есть газануть так чтобы потом куда-то поехать я пытался пытался как видите не очень не выходит ну то есть как видите я два-три раза пытаюсь вот этот толчок назад вперед а потом сразу слазу потому если не заехал сразу со второго с третьего раза значит не заедешь из десятого только накопаешь толкнул от груди встал на трек и дальше уже в принципе без проблем поехал хотя это не верхняя часть подъема то есть дальше тоже очень очень сложные перестановки и езда на дебах и вот откатываюсь откатываюсь назад газую не всегда это получается но иногда чувствую что это получится в я иногда чувствую что лучше слезть кстати езда в траверсе тоже очень интересный элемент ты сидишь практически на ляжке они на попе сидишь на ляжке на заднем крыле и тоже потихонечку потихонечку так движешься вверх кстати говоря здесь мы выехали обратно на общий трек и поехали траверсы очень неплохо быстрый трек то есть он разнообразный были траверсы были подъемы были спуски опять мой любимый подъем под бревном я вас уже учил кататься вложить на сидушку оттягивать назад и погнали выезжаем на смотровую очень понравилось что были и даже смотровые вещи хотя это не прям огромные какие-то горы но будет ничего посмотреть во время езды то есть подымаешься и такой вид красиво открывается прям очень-очень красиво как вы можете обратить внимание у меня нога одна постоянно на подножке то есть это в принципе правило езды везде и всегда здесь вдоль склона очень цепучая гора кажется что сложно но на самом деле фигня спускаться кстати в такие моменты не так просто я еще в начале гонки сломал задний тормоз и меняют просто ну была палка вместо тормоза не было нету педали и поэтому я вот так осторожно осторожно хотя ребят скорее всего прям туда вниз но этот подъем я думаю все уже видели шортах очень интересные то есть это прям стена стена из цепочки на который нужно было стрельнуть открываешь газ на полную и едешь докуда получится на самом деле коллега там нарыта нехилая я выбрал момент где можно перейти в траверсию и в траверсе естественно поднять такой подъем не особо сложно главное соблюдать баланс тяги чтобы жопу не стягивал вниз то есть потихонечку не торопясь разгоняемся и по параболе заходим вверх увеличиваем угол когда уже он не увеличивается естественно нужно делать просто перестановки перестановки делаются на большом углу очень очень часто с не стесняемся постоянно развернулись стрельнули развернулись стрельнули но здесь стандартный пример когда не получается выпить просто откатываешься и газу из откатываешься газу здесь в принципе несмотря на то что подъем очень крутой мотик постоянно вертаясь одна перестановка на таком серьезном подъеме это фигня ну все треки золото и серебра так сказать воссоединились красота несусветная справа большой обрыв слева тоже обрыв но опять захотелось снять эту красоту которая была слева это было на заключительном части горного отрезка и в принципе гонку уже заканчивалась внизу несколько небольших переездов через речки через спуски и все финиш поэтому можно сказать что мы близимся это был один из самых последних сложных подъемов прыжки через бревна все стандартно по расщелине едем всегда вы делаете треки и обращайте внимание на расщелину них обычно максимально весело я думаю значительно повеселее чем мой голос в этом видео но я просто уже устал конец гонки сами понимаете и моя усталость отражается в таком невзрачном падении то есть я должен был просто рывками открываться открываться и в момент прыжка через эти ветки нормально оттянуться и сигануть но я сделал какую-то фигню очередной шикарный подъем не торопясь потихонечку загрузил заднее колесо своей попой и на легком руле то есть руль у меня прям свободно вращается и вертится и я просто потихонечку крадусь наверх это на самом деле очень приятно кайфово и ощущение какого-то такого полудрифта полу не знаю но очень-очень интересное ощущение за это я и люблю хардендуже даже жалко что это был один из последних подъемов потому что в таком режиме я покатался еще часа два спокойно то есть я в принципе здесь уже не уставал и здесь просто кайфовал и это было последнее включение самого трека ну трек для местечковой гонки прям огонь то есть постоянно были подъемы постоянно были спуски и на подъемах правильные бревна то есть ехать был непросто и этот гравий просто это огромная гора гравия это жесть постоянно третью в пол трек бомба зерганьяк обязательно приезжайте следующем году вы понимали насколько был гравийный сложный трек вот посмотрите на резину полностью до нуля просто сточил и знаю корда осталось но уже хорошо в общем в отсечку весь трек в отсечку ребят я вроде даже 5 не сказать что было сильно сложно один товарищ непонятно как меня обогнал мы за это предъявил он сказал все по треку все по треку в общем гонка была очень интересная надо было ехать на дыбах перестановки перестановки то есть легкого вообще не было ни одну секунду было прям круто следующем году всем советую приезжать пацаны прям очень ответственно относятся к организации самое главное они понимают что есть хардовики которым нужно посложнее они говорят куда мы заехать не смогли о подъем золото в общем красавчики организаторы всем советую так давайте посчитаем потери после гонки у меня ножка форма к везли вот это вот лопнули представляете вот здесь эту ножку отломали пружинка вылетела и вот здесь сломал она еще и гарда вырвал когда грузил это о чем говорит что гонка не сильно сложная но все было очень духа даже без крыла вывозит все ребят пять минут и в носит красавцы только крыла вот здесь не хватает но будет шины x-grip как всегда великолепны из грипп эндуро air халки бой стоят спереди здесь и здесь великолепная резина самая четкая универсальны и сложно найти какая-нибудь там michelin extreme едет хорошо но в определенном грунте а это едет неплохо везде какие красавцы елки-палки мечта согласны кстати ребят этот грустный мопед так никто и не забрал это на самом деле в идеальнейшем состоянии техническом на нем ездил мой батя который ездит два раза в сезон и размотал сразу пластик вот в принципе все так на нем 30 моточасов и он в отличном состоянии даже глушак не битый можно сказать так поцарапанный так что ребят то еще ищет нормальный живой мотик вот это вот он вот это он точно он ребят не забываем подписываться на youtube канал смотрит меня постоянно 1300 человек а подписано только 25 чё за фигня буду стараться делать еще больше годного контента сегодня извините конечно за камеру забыл снять защитную стекло которое портится просто 1 покатушки стоит 2000 портит сразу же следующий раз исправлюсь обязательно писываемся и кстати я завел телеграм-канал пока он пустой но скоро начну там работать ссылка будет в описании тоже подписывайтесь будем всем рады сделаем там чат для более конкретных вопросов естественно в telegram идеально то есть там все чаты читаю все смотрю так что обязательно подписывайтесь и как вас там будет 50 человек начну его вести